Несмотря на то, что рыбки и многие другие аквариумные жители живут под водой, они все равно нуждаются в кислороде. Для нас с вами кислород растворен в воздухе, а для подводного мира он растворен в воде. Стоит учитывать, что высокая температура воды, мутная вода или стоячая, содержит в себе гораздо меньше кислорода. Плюс к этому перенаселение аквариума очень сильно влияет на количество кислорода в воде. Ротовая полость рыбы имеет проход, который заканчивается жабрами, а жабры устроены так, что растворенный в воде кислород усваивается как в легких человека. Огромное количество кровеносных сосудов пронизывают жабры, поэтому кислород мгновенно попадает в кровь, а кровь рыб, как и кровь человека, сразу разносит необходимый газ ко всем клеткам организма. В живой природе аэрация происходит естественным путем, благодаря волнам и ветру, осадкам, течениям, значительному количеству подводных растений. В условиях аквариума аэрацию производят искусственно, и не стоит полагаться только на растения, потому что в темноте и при недостатке углекислого газа растения в аквариуме потребляют кислород, который сами же и произвели. В декабре 2018 года на рынке появилась новинка от компании Акваэль. Целый год я тестировал данный компрессор и только сейчас готов поделиться с вами своим впечатлением. Компрессор называется Мини Буст. На рынке представлено две модели, до 100 и до 200 литров. Оба компрессора очень компактные, например Мини Буст 100 рассчитан на аквариумы до 100 литров и имеет размер 8,5х4х4х4 см, почти в два раза меньше своих основных конкурентов. Не хочу сталкивать лбами двух гигантов производителей, но все же давайте сравним габариты этого компрессора с компрессором на 100 литров от компании Тетра. Как видите, разница в размерах видна очень сильно. Обратите внимание на выход. Он находится не как всегда сбоку, а сверху. Немного непривычно, но такое решение имеет свои плюсы. Из необычного также бросается в глаза ножки. Мини Буст 100 имеет не 4, а всего 3 резиновые ножки. Резина мягкая и достаточно хорошо поглощает вибрацию. Лично в ней симпатичен и сам внешний вид. Дизайн этого компрессора. На что обычно ориентируются аквариумисты при выборе компрессора? Конечно, габариты и внешний вид не так важны и не играют ключевую роль. Многие, подбирая компрессор, ориентируются не только на объем, для которого он предназначен, но и на то, насколько сильный шум он издает. Компания Акваэль учла это, за что хочется сказать отдельное спасибо. Мини Буст обладает низким уровнем шума. Не могу сказать, что совсем бесшумный, шум есть, но достаточно тихий. Еще один жирный плюс у компрессора Мини Буст это регулировка потока воздуха, что позволяет установить необходимую производительность даже для наноаквариума. А с помощью переходников, один такой компрессор может насыщать кислородом воду сразу в нескольких небольших аквариумах. Регулировка плавная, без щелчков и фиксаторов. Ну а теперь небольшой минус. Обратите внимание на комплектацию. В комплект не входят трубки и распылитель. Их придется купить отдельно. Мини Буст 200, как уже сказал выше, рассчитан на аквариумы до 200 литров. В этом компрессоре уже не 3, а 4 ножки. Два выхода для трубок. При этом у каждого выхода своя индивидуальная регулировка потока воздуха. Кстати, многим важна длина провода от компрессора к розетке. Длина провода у этих компрессоров стандартная – 1,5 метра. Всегда помните о том, что аквариум – это целая экосистема. И обитателей в нем намного больше, чем мы способны увидеть. Например, в нем обязательно присутствуют аэробные бактерии, которые живут в толще грунта и в гуще растений. Именно они поддерживают биологический баланс, помогая расщеплять токсичные отходы жизнедеятельности рыб. Естественно, им тоже нужен кислород. А на этом у меня все. Всего вам доброго и до новых встреч в новых видео на канале ПАР. ПАРОДИЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok